Тысячи шахтёров остались без работы с формулировкой в связи с резким внеплановым снижением объёмов поставок угля. Прокуратура вчиталась в трудовой кодекс и выяснила, ни о каком кризисе там нет ни слова. Однако на шахтах, по-видимому, свои законы. Им сократили рабочую неделю, ввели оплату за фактически отработанное время. По закону о предстоящем простое работодатель обязан уведомить заранее, да и на зарплате подчинённых проблемы начальства сказываться не должны. Прокуратура протестовала сразу 8 незаконных приказов руководства Челябинск-Угля. Понимаем, что мы остаёмся без работы. Ты вот пенсионеры, а пенсионеры, возраст у них меньше 55 лет. В разгар рабочего дня шахты Комсомольская и Капитальная простаивают. В забоях нет никого. Это видно невооружённым взглядом. Подъёмники для угля отключены. На рабочих местах, точнее ещё на подступах к шахтам, лишь сотрудники охраны. Всё крутится, всё работает, уголь выдаётся. Интересно. Ладно. Да, всего доброго, ребят. В празднике. Работает сейчас на Капитальной шахте только один участок. Единственный, ну сколько там человек, может быть, наверное, 40. Ну совсем мало. И то сказали до мая, пока ещё уголь востребован. Потом вообще неизвестно, что будет. Проверка первая, но, похоже, далеко не последняя. В тяжёлых условиях законы обернулись против работодателей. Приказы руководства о сокращениях или снижении зарплат будут признаваться незаконными. Впрочем, последнее слово не за прокуратурой. Возвращать невыплаченное шахтёрам придётся через суд.